В данном случае мы с вами хотим поговорить про эту картину, которая у нас с левой стороны в кадре, а от вас с правой. Как она называется? Она называется словами из Евангелия «Говорит Иисус Христос, где сокровище ваше, там и сердце ваше прибудет». С этими словами Иисус Христос обращается к ученикам своим, желая обратить внимание Его божественного понимания, ценностей, данных для человечества, чтобы человек более осознанно жил на этой земле. Землю Господь сотворил по своему замыслу, по своей воле. А в какой момент он обращается? На что это был отзыв его? То есть сказать такую фразу, это же не просто так, но это был вопрос. Да, там предшествует целый ряд событий перед этим высказыванием. И речь о том, чтобы люди понимали ценности, в которых они живут, и учились их распределять. Как еще разучить там, где сердце ваше? Где сердце ваше, там и сердце ваше прибудет. Где сокровище? Где для вас самое ценное? Ну то есть это слово «сокровище» мы читаем в переводе в синодальном, так определили переводчики, где сокровище ваше, где то, что самое ценное для вас, там и сердце ваше будет. И высказывание вроде звучит просто, и может быть в воображении возникает там какой-нибудь клад, сокровище. Но у всех по-разному. Да, да. Когда отталкиваешься от своего, да, сокровище что-то для меня, да? Так точно. И вот что для меня является сокровищем на самом деле? Но перевод гораздо шире, что ценное для вас, что самое дорогое для вас, там сердце ваше будет. Это его утверждение. Это не пожелание. Но он сказал апостолу? Да. Это он сказал, обращаясь к ученикам, глядя на то, как распределяются ценности в окружающем их мире. В мире, когда Господь говорит, он пришел к своим, а свои его не приняли. То есть это говорится о том, что Иисус Христос, Сын Божий, с небес, пришедший по воле Творца Небесного, Бога Всемогущего, на эту землю, привести в порядок взаимоотношения людей с самим Богом, с самим Творцом. Потому что они для себя со временем сотворения мира многие ценности пересмотрели. Многие его законы, скажем так, дополнили, переписали, добавили к его заповедям своих. Владимир Иванович, но именно в какой момент? То есть возник какой-то вопрос, то есть это какая-то сцена происходила, вот прям вот такого бытия? То есть или это было, это вот, как мы сейчас говорим, параштой фразой? Ну, несколько сцен, которые этому предшествовали, одна из них, да, глядя на то, как приходили люди к храму и клали в сокровищницу пожертвования, да, одну из сцен. И он обращает внимание, внимательно наблюдая за происходящим, находясь в окружении учеников, он обращает их внимание на то, что многие клали от избытка своего. И это было не так ценно в глазах Бога. Как если... Это избытка, это откупная, да, получается? Ну, то есть у них хороший достаток. И они могут позволить себе положить сколько-то. А в это время подходит бедная вдова, у которой более вот этой вот лепты и не было больше ничего. Это и было все ее, на данный момент, вообще имущество и состояние. Она это тоже положила в сокровищу, в сокровищницу. И он обращает внимание учеников на вот эту огромную разницу. Когда человек отдает все то, чем обладает вообще, оставляет это у храма, а идет спокойно в храм для молитвы. Или когда человек с огромным достатком от избытка своего. Ну, то есть у тебя это полные карманы, и ты там немножко что-то мацепал, и даже не почувствовал этого. Так, если в простоте. Но все идут в храм. Да, и они тоже идут в храм. И те, и другие проходят в храм. А сокровищница это для того, чтобы это как бы... Сокровищница это некий сосуд, в который опускается пожертвование. Он находится перед храмом. А пожертвование на строительство храма для чего? На содержание храма прежде всего. Потому что колено Левина занималось обеспечением служения в храме. И не должно было по закону Божьему иметь в себя никакого имущества, никакой собственности. То есть оно не имело права даже духовного, морального, заниматься работой, чтобы добыть себе денег. Оно жило при храме, работало при храме, без храма не имело возможности даже жить. И все то, что приносило храмы, являлось отчасти их достатком. Ну, пропитание. Да, да, пропитание, одежда и все это. То есть они содержали храм. И от того, что приносили люди в храм, что-то могли взять себе и от этого жить. Это была осознанная Божья воля. Вот целое колено занималось только этим. Поэтому храм всегда был ухожен в идеальном состоянии. Все вовремя совершалось. И не было никаких, скажем так, нареканий со стороны прихожан, если так сказать. Но прежде всего все совершалось перед Богом. Они понимали, что и их хождение, и их жизнь, и воля Божья в том, чтобы они обеспечивали храм. Занимались этим круглосуточно всю свою жизнь. Из поколения в поколение. И вот женщина нищая, но не, скажем так, бедная, кладет какую-то сумму. Вот всю, какая у нее есть. Вот эти лепты, Господь говорит, это то, чем она обладает вообще. Она отдала все состояние свое. У нее более ничего не было. В таком положении человек мог просто пройти мимо жертвенника. Вот жертвенник и сокровищница — это одно и то же. Мимо. Пройти и с чистой совестью, ну нету этого, тут последнее. На что дальше жить? Нет, она понимает, что Бог о ней позаботится. И вот ее позиция такова. Отдать все, что есть. Делать это перед Богом, сделать это осознанно, спокойно. И идти на встречу с Богом. Идти в молитву. Состояние такой человек, состояние души. То есть она идет к Богу же, она же... И ее понимание есть такое. Ну как бы и богатый человек тоже идет к Богу, как она считает, на молитву, да? И они оба и приходят. И то есть один может себе позволить, бедный человек, этого не делать. Надо это делать, потому что перед ним как бы Господь. Как он это понимает, да? И вот он, значит, приступает к своей вещи. Ну, благоговеянно относясь к тому, что он сейчас встретит. Да, это страхи Божьи. Господь замечает, да, получается? Страхи Божьи происходят. Конечно, Бог замечает. Бог настолько внимательно все это видит, что только Он это и увидел. Иисус. Да, только Иисус Христос это и заметил. Ученики не обратили на это внимание. Для них это была обычная сцена. Прошла и пошла. Сколько там она опустила? Но Иисус Христос внимательно смотрел. И это Божье понимание далее трактуется так. Где сокровище ваше? Вот его желание, чтобы наше сердце наполнялось той ценностью, которая выражена в его словах через исполнение его воли. Самое драгоценное для Господа Бога, Творца Неба и Земли, его единородный Сын. Единородный. Он его отдает ради спасения нас всех. Да. Но когда мы переходим к этой картине, здесь мы видим два плана. Первый план это природа, верхняя. Верхние, да, планы. Второй план это горы. Горы Афганистана, как я понимаю, да? И вы закладываете уже, здесь же не жертва, грубо говоря. Вы не говорите об этом, а вы говорите о другое состояние души человека, который находится, предположим, в тот момент вы находились в Афганистане. И вы как бы погрузились в это состояние и говорите именно об этом, да? Где сердце мое все-таки, Родина, да? Вот что это такое для вас было написание этой картины? В то время, когда мне Господь открыл Писание, это 90-е годы, я читая высказывание Иисуса Христа, меня это настолько коснулось, что я вспомнил, как мы проходили службу в армии, где сокровище ваше. И рассуждая над этим высказыванием, у нас для каждого из нас откроется много, много-много различных обстоятельств, когда мы можем применить это слово к себе в тот данный момент. Ну вот, мне вспомнилась эта сцена, когда мы служили в армии, это было с 1981 по 1983 год на территории Афганистана. И что для нас было дорогим на тот момент? Скажем так, два года находясь на территории, где ведутся боевые действия, шансов у тебя вернуться, ну, скажем так, 50 на 50, да? Есть шанс не вернуться, вот так, в простоте. Но каждый из нас был призван из своей точки, из своей Родины, из всего того, что является словом Родина, да, для каждого из нас отчизна. Мы тогда жили в Советском Союзе, и из различных мест, республик мы призывались и попадали на службу вот туда. Это был ограниченный контингент советских войск. Афганистан для оказания интернациональной помощи, дружественного нам государства, народу Афганистана. Здесь у нас была такая задача, что по территории Афганистана проходит дорога, автомобильное сообщение основное. Основная возможность доставки всевозможных грузов. Это вот по дорогам. И, естественно, когда идут там боевые действия, это становится объектом повышенной опасности. Потому что все эти колонны, которые везут грузы, всевозможные его назначения подвергаются нападениям со стороны. Вот ущелья, да? Вот ущелья, да, горные ущелья, по дну которого проходит дорога, автомобильно идут колонны. Чтобы обеспечить охрану этих колонн, было принято решение разделить дорогу на участки, соответственно, по зонам действия подразделений воинских. И каждое подразделение отдельный отрезок охраняло своими силами. То есть роты, батальоны, взводы, отделения стояли по высоткам, пособкам. И, скажем так, отсекали возможность нападения со стороны гор, проникновения в дороги этих вооруженных групп, бандформирований. Тогда мы называли их душманами. И вот мы, находясь в этих, скажем так, точках-секретах, сидя в ожидании того, чтобы не произошло нападение, когда есть время затишки, сидели и... Ну, самое... Всегда так было. В спокойное время мы рассуждаем о том, что дорого для нас. Особенно это остро чувствуется, когда ты находишься не на своей родине. Именно на чужбине. Вот на чужбине это очень остро чувствуется. Тебе не хватает... Говорят о родине, да? Да, да. И вот здесь понятие родины настолько выполняет тебя. Ты весь тоскуешь по ней всем своим естеством. Ты понимаешь, что ты не у себя дома. Ну, все чужое. Да, нас там много, да, окружают нас такие же товарищи, командиры, соотечественники. Все это очень хорошо, это скрашивает. Но мы на чужбине. И сердце, конечно, у каждого там, где сокровище. Вот эти слова мне придут на память, когда я буду читать Евангелие. Я сразу вспомню, как мы сидели. Каждый рассуждал о своей родине. Это наполняло нас все 24 часа. Отвлекаешься от этого только на выполнение каких-то вот именно действий. Удивительным образом, то есть Евангелие был вот так вот, оно применимым. Везде. Отосюда везде. Везде. Вот даже в случае, смотрите, у вас там потихонечку картина переходит в небо с горы, мы видим море. Над нами синее небо, которое переходит в океан, море и порт Владивостока. Ребята из Владивостока рядом с нами сидят. И они, конечно, рассказывают, как это, как это необыкновенно, что такое океан. Мы, вот я ездил в Киргизию, кто-то рядом из Ленинграда, кто-то из Севера, кто-то из Сибири, кто откуда, да? Из Стамбова, отовсюду, со всего Союза мы были. И вот им хочется рассказать, какой он океан, как он огромен. Вот видите небо, вот океан как небо. Вот над нами небо, вот такого цвета у нас океан, только он огромный, шумит. Корабли, чайки, и они вот с таким воодушевлением это рассказывают. Потом еще будет место Писания, Иисус Христос говорит, от избытка сердца вашего, говорят, уста ваши. И вот что наполняет наше сердце, то и произносит наше уста. То есть Христос несколько раз говорит о сердце человеческом. Да, да, да. Там, где сердце ваше, от избытка сердца. Говорят, уста ваши. Вообще состоянию сердца посвящено почти все Святого Писания. Потому что Господь говорит, настолько это важно, чтобы мы понимали, что все из него исходит. Слово «все» включает в себя просто все. И доброе, и худое. И вот эта громадина, наше сердце всего лишь орган, который мы считаем, занимается кровообращением, его функция основная. Но на самом деле Иисус Христос говорит, оно вмещает в себя вообще все. Помимо физической части, духовная составляющая безгранична. Но ведь все слышат слово. Вот это слово, грубо говоря, может быть, не все просвещены, но ты даже по совести это можешь понимать. И все конфликты, все скандалы, грубо говоря, сегодняшний конфликт, это же тоже от сердца исходит. Так точно. От состояния сердца это тоже входит в перечень, произнесенный Иисусом Христом. А скажите, пожалуйста, вот сегодня у нас происходит на Украине вот эта специальная военная операция, да? Вот она идет. И там тоже находятся на передовой ребята. И они говорят, война другая. Ну, грубо говоря, да? И вот есть такое мнение, что сейчас же много телевизионных передач. Чем наполнено сердце солдата было в Афганистане? Вот я просто как-то услышал сейчас одну фразу, что, ну, кто-то сказал, что вот, значит, там... И часто такие вот корреспонденты бывали так говорили, что там жизнь одна, приезжают сюда, они видят здесь странную жизнь, и для них это, ну, что-то странное. Я не знаю, связано это с осуждением, вот, как бы, да, жизни мирного человека или нет. Но дело в том, что было ли в Афганистане у солдат, у ребят, служивших там, вот это отчаяние, потому что они живут там мирно, а мы здесь воюем? Вот это понимание было вообще у человека военного? Мы говорим о состоянии мирных жителей, которые живут на территории Афганистана, местного населения, или о населении Советского Союза? А мы солдат, солдат, которые... Просто вот это понятно, да, ну, ты говоришь, разница между кем? Я имею в виду, когда человек служит, он прям прямой, я не задам вопрос, он осуждал тех, кто не служил в Советском Союзе? Вот я и говорю, речь о наших, о гражданах Советского Союза, которые в это время не участвуют в войне? Да, именно так. Потому что сегодня порой проходит, вот, вот, в СВО, иногда ты слышишь эти речи. Иногда ты слышишь даже, я не знаю, может быть, это специально люди раздражают, потому что специально говорят, ну, не все живут. Ну, хорошо, это мое мнение, но вы как считаете? Как было солдатами Афганистана? Ну, жизнь на территории, где идут боевые действия, она... Земля и небо отличаются от той жизни, где не идут боевые действия. Это-то и дорого, что ты вот там находясь, вспоминаешь, что как там хорошо, и желаешь, чтобы там было хорошо. Ты ради этого там как бы и находишься, нам же об этом так и говорили, мы к этому были воспитаны, приучены, научены, что мы выполняем ту задачу ради того, чтобы дома был мир. Вот это основная идея. А сейчас так говорят солдаты? Так она была так всегда. Вот любую войну возьмите, первая гражданская, первая мировая, вторая мировая, гражданская война, когда у нас между собой шла. Ну, я думаю, вот тогда простую вещь, получается, это мнение не на передовой, это мнение внутри, здесь, в тылу, да? То есть люди вот с сомнением... Другое дело, вот непонимание, это уже другой вопрос. Вот здесь как рассуждает о том, что происходит там, во многом зависит от того, насколько здесь есть понимание, вот здесь, где нет войны, в это время, насколько они информированы о том, что происходит там на самом деле, или каковы причины, какова правда на самом деле. Конечно, здесь наши родители ожидают нашего возвращения и верят, что все там будет хорошо, что мы вернемся, да? Ну, то есть сегодняшний день солдат по доброй воле, подписавший, грубо говоря, пошел, ну, по решению, находясь там, он не думает так, как люди, грубо говоря, сегодня говорят здесь, вот здесь находящиеся. Конечно, нет, это совершенно два образа разных жизней. Он и сам, когда здесь подписывает, мы же тоже, призываясь туда, не представляем, что там на самом деле. И, конечно, картина реальная, другая. И многое для тебя становится впервые понятным. Из чего состоит война, что она вообще из себя представляет, насколько это совсем все по-другому, чем когда ты видел это в кинофильмах, читал об этом, в книгах, рассказы, слушал ветеранов, которые к нам приходили на уроки, и мы их слушали и думали, вот они повоевали, а мы нет. И когда мы там оказались, я вот вспоминал эти уроки, эти классные часы, когда мы приглашали на 9 мая, на 23 февраля, в наши классы приходили эти дедушки с медалями и орденами на груди, мы сидели, смотрели на них с открытыми ротами, слушали эти рассказы, кинофильмы про отечественную войну смотрели и понимали, что сейчас мирное время. Это сегодня, удивительно, ребята, молодые, с патриотизмом. Да, сейчас вот эта огромная, скажем так, часть страны участвует в том, что для них именно происходит там, на передовой. Нам, живя здесь, в мирной жизни, мы можем об этом отчасти только понимать, используя информацию, знания, историю, насколько мы сердцем, скажем так, прилепились к своей стране, насколько нам это дорого. Владимир Владимирович, а какого года эта картина? Какой сюжет, грубо говоря? События там, скажем так, через 20 лет впервые я вообще начал пробовать рисовать о том, что я там видел. В течение 20 лет после того, как я отслужил, я не хотел этой темы касаться и рисовал. А вы кто-то из афганцев видели эту картину? Из афганцев? Да. Ну, в смысле... Ну, кто там служил? Из тех, кто служил, видели, конечно. Она уже много, слава богу, поездила. И вот только что мы недавно приехали, некоторые интересные поездки, и подходил человек, моего даже возраста, на год младше меня, он говорит, что я тоже служил, и израненный весь. Он сразу посмотрел, он сразу говорит, вот, ты это афган. Просто группа людей огромная, вот только мы начали встречу, он говорит, вот, так это афган. Ну, у вас искусно так переходит вот океан, Владивосток потом в нашу, вот, вот, речка, и прям искусно, Леонидович, прям, ты так плавно перешли. Вот, я слушаю, как Иисус Христос разговаривает с учениками себе, просто, вы не знаете, как оказался там, как бы я вместе там с ними нахожусь и слушаю его. Я понимаю, о чем он говорит. Я представляю себе, в каких случаях в жизни это очень остро работает для каждого из нас, кто понимает смысл этих слов. Мы это уже переживали, но мы не знали этой формулировки. Тогда я ни в жизни, еще в том времени не читал ни Евангелия, ни Библии, я не знал, ни в церкви не был. Пройдет очень 30 лет, после того, как вот эта служба для меня окончится, я услышу живые, скажем так, слова библейских истин, слова Писания, начну понимать, как Господь сотворил этот мир, совсем по-другому начну представлять себе мироздание по замыслу Божьему. И вот тогда начнут какие-то вещи всплыть в памяти. Владимир Иванович, а у вас боевые товарищи, я знаю, есть с Украины? Есть, мы, ну там есть, грубо говоря, были все у нас, и Белорусы, и Украина, и Прибалтика. Да, как бы переписка остановилась, ну вот, наверное, вот интересно же, это же один народ, после 8-10 года. Сейчас у нас происходит конфликт, практически один народ. И вот, опять же, там, где сердце ваше, ну, грубо говоря, вот. И каждый солдат, наверное, или вот в стране в двух противостояниях, да, ведь отстаивают, да, можно сказать, что там политики, можно сказать, что западное влияние, но в итоге-то оказывается, не на политике в окопах-то, оказываются простые люди. Инструменты для политиков. И, в общем-то, выполняются какие-то, как говорится, приказы, и надо, солдат должен воевать, его призвали, а он, наверное, подготовку какую-то проходит, да? Я имею в виду, сейчас два Ивана смотрят друг друга на прицел, но вот удивительно, и это было в истории, кстати, да, у вас? Это было, и Иисус Христос, понимая, что так будет, и говорил, Он говорит ученикам, придет время, когда вы будете именем Моим совершать зло, и будете убивать друг друга, и будете заблуждаться настолько, что будете думать, что это мне угодно. Это вот то самое, это еще Иисус Христос, да, получается, да? Это Иисус Христос говорит своим ученикам в то время еще. То есть разделитесь, будет время, когда вы разделитесь во имя, и будете думать, будете думать, что это мне угодно, будете думать, что это моя воля есть. Вот такие времена придут. Это такая форма заблуждения очень глубокая, которая, ну, человеку свойственно. Господь часто говорит, что бодрствуйте, бодрствуйте в своей вере, бодрствуйте в своих мышлениях, бодрствуйте над словом, бодрствуйте, тем более в своих действиях, в своих словах, в мыслях своих даже бодрствуйте. Что такое бодрствуйте по определению Иисуса Христа? Это находитесь постоянно в состоянии погружения в Слово Божие. Вот то есть, где бы ты ни был, это везде ты находишься под пристальным вниманием Бога. Как любящий отец пристально наблюдает за своим ребёнком. Куда бы они ни пришли, где бы они ни оказались, для него самое дорогое это его ребёнок. Это как раз вот часть этого замысла Божьего, исполнения его. Как дорого для вас что? Иисус Христос, исполняя его любовь, же был под пристальным вниманием Отца Небесного. Он и говорил, что я вот сейчас действую не от себя. Всё то, что я говорю, говорю, потому что я это слышал от Отца Моего. «А вы сейчас, слушая Меня, слышите Отца. И если вы любите то, что я вам сказал, то вы полюбите того, кто это сказал. А если это произойдёт, тогда вы сможете исполнять его волю. Тогда вы и делать будете то, что Он говорит. Как я в любви исполняю волю Отца, таково желание Небес, чтобы и вы исполняли то, что я говорю из того, что услышал. На Небесах, придя к вам, принёс истину, которая всего лишь одна, другой нет и не будет». И тем не менее сейчас мы разделились. Мы разделяемся по элементарному, самому простому поводу в бытовых вещах. Господь, когда говорит, что Адаму нужна помощница и творит ему его, и его первое желание, он понимает, что по-другому они в жизни не смогут, пока не станут одной плотью. Да будут двое, одна плоть. То есть единомышленность вот должна быть, ибо это и есть условия добрых взаимоотношений через взаимопонимание. Если мы не имеем взаимопонимания, как мы сможем взаимодействовать? Действие взаимопонимания, а понимание от слова. Слово от Господа. Вот он и говорит, верьте в то, что я вам говорю, ибо приходящий ко мне должен веровать, что я и есть Божий Сын. Вера от слышания, а слышание от слова Божьего. Если бы наше понимание не расходилось с тем, что написано в Писании, нам было бы проще договориться друг с другом, потому что нас бы объединяла вот эта мощная скала истины, которая является Иисус Христос. Если бы так было, люди бы могли договариваться, был бы диалог. А когда мы начинаем расходиться, у меня своя истина, у тебя своя, а я считаю, что вот так, ты вправе считать, и Господь не запрещает иметь мнение. Он вообще интересно говорит, все мне позволительно. Интересно, ведь именно сейчас такое время, кто даже произнес, начинается такая эпоха, вроде как у нас, в наши сегодняшние дни, эпоха религиозных, ну вот этих вот столкновений. Ну вот все мне позволительно, но не все назидает. Продолжение фразы. Вот есть возможность сделать так или так, но насколько это будет назиданием, будет зависеть от результата дела. Он говорит, по делам вашим вас узнают, по плодам поймут дерево, оно доброе или худое. Доброе дерево принесет добрые плоды. Худое дерево принесет худые плоды. Если решение вот этой данной группы людей, живущих на этой территории, вот таково, что оно связано с постоянным совершением насилия. Это же еще ответственность за весь народ. Так точно. Есть ли это понимание в голове у каждого человека? Вот он-то и делал. Вот желание Иисуса Христа то и было, чтобы человек понимал, с каким сердцем он ходит по этой территории, на которой живет. Что сокровищем его является? Когда вы разделитесь и будете думать, что делаете от имени Бога. И будете думать, что это угодно Богу. Да. Разделитесь. Именно вот это и будет разделено. Но это не есть, это вот как-то да, за то, что он говорит, это не тот путь. Это не его воля. Он говорит, разделившаяся в себе семья не сможет существовать, как не сможет существовать разделившееся само в себе царство. Ибо разделение не может созидать, это будет в любом случае разрушение. Поэтому задача объединиться в семье, объединиться к каждому из нас в понимании с его словом, со словом Бога. И правильно, Владимир Иванович, сегодня каждый задает себе вопрос в связи с сегодняшними событиями, в любом случае. И человек с опытом военным, и человек без опыта военного, да даже государственные дети. Это же мой народ. Это же мой народ. И у нас, получается, исторически сейчас два государственных деятеля. В Украине свой, в России свой. Но народ-то один, разделившийся царство не устоит. То есть мы сейчас, грубо говоря, можем говорить о том, что мы находимся на этом пути выбора. Когда еще дела наши не видны. И нам необходимо слушать, наверное, сейчас сердце свое, слышать Бога. Потому что дальше ответственность большая. У этого народа. А он один, что на Украине, что в России. Наверное так? Наверное так. Но история разделения на города раньше началась. Это не вчерашнего дня вопрос. И в нашем народе в том числе. Я об этом и говорю. Если мы рассматриваем народ, как один народ, но он разделился. История разделения, это определенный путь. Это уже у этого своя история. Но в народе тоже ведь происходит сложный выбор. Понимаете? Когда тебе говорят, что ты другой, ты же должен. Ну, вот это сердце мое. А как мое сердце? Тебе можно сказать в школе все что угодно. Ну, а сердце мое так. Да? Вот, собственно говоря. Это тоже играет какую-то роль. Но, судя по сегодняшним событиям, небольшой. Вот, как сказать, если читаем Евангелие и слушаем Иисуса Христа, это очень важно. Это большая, скажем так, часть нашего решения зависит от того, чем наполнено наше сердце. Вот это вот и есть. Вот где? Где мое сердце? Я приехал, и я здесь нахожусь, но сердце мое наполнено Богом. Господь говорит, самое важное для человека, чтобы ваше сердце, в конце концов, стремилось к тому, кто его создал. Чтобы вы обратились на пути истинные. Истинные пути, Он говорит, Я есть путь истинная жизнь. Именно Я. Он говорит, чтобы вы во главу всего ценного и дорогого для вас пересмотрели все свои сокровища. Пересмотрели и увидели, что самое ценное для человека — это Бог, истина Божья. И вот дальше последовательность тоже пойдет. Что дальше? После того, как прежде всего Бог, Он так и говорит, придите ко мне, я вас утешу. Горнее прежде всего, небесное прежде всего. Возвоби Господа Бога прежде всего всем сердцем своим. Он так и говорит, начало любви Бога. Всем сердцем своим, потом всем разумением. Всей душой, всей крепостью, всей силой, полностью, всем целиком посвяти себя Господу Богу. А все остальное я устрою. Далее пойдут уже семья, государство, родина, отчизна, работа. Эти все очень важные вещи составляющие. Мы очень много в нашей жизни посвящаем. Семейной жизни, работе, любимому делу. Там же другие люди просто уже. И они могут иметь другое мнение. Вот в этом-то он и говорит. В этом договоритесь. Договоритесь прежде всего внутри себя со мной. Определитесь, что для вас ценное, где ваше сокровище. Он говорит, я предлагаю вам поставить во главу угла самое ценное для себя избрать мое слово, мою волю, меня самого, Господа Бога. А все остальное я буду и устраивать. Вот то есть если я признаю авторитет своего отца в моей семье как ребенок, все, для меня что папа сказал, я буду делать. Я просто ему доверяю, папа плохого не посоветует, все, я не буду слушать чужого дядю. А если я уже буду бегать от своего отца и понимать, что вот тот дядя что-то говорит, это тоже интересно и вообще не то, что папа сказал. А если я попробую это, это вот то, что сделает сатана с Евой. А попробуйте, может быть, Бог сказал неправду, попробуйте. И началось сомнение, может быть, Бог говорит неправду, давайте попробуем. И появилось еще одно мнение, потом еще, потом еще. И сатана их периодически меняет, лишь бы мы не обратились в истину, с чего все началось. Так, вы понимаете, до истины добраться бывает порой тяжело, потому что в современном мире существует все. С психологией и философией. Так точно, очень много. Если бы не было зла, да, вот это простая фраза, человек бы не знал, что такое добро. И тогда вдруг из этой фразы ты начинаешь думать, что зло тоже по воле Богу? То есть он это человеку дает просто? Ну пусть будет зло, потому что вы иначе не поймете, что такое добро. Вот простая фраза, которая наталкивает на глубокие мысли. Он не дает зло. Он так и говорит, когда вы детьми обращаетесь к своему отцу и просите у него хлеба, он никогда не даст вам зло. Просите у него, он говорит, яичко, он никогда не даст вам другое зло. Он говорит, не дам вам ни камня, ни скорпиона. Если просите, дам только добро. Он говорит, так тем более, вот когда вы злые люди, и то для своих детей стараетесь сделать доброе, Отец Небесный тем более делает доброе, только доброе. Но зло является результатом нашего в сердце неправильно принятого решения. Я внутри сердца своего немудро выбрал, идти мне к Богу или мне попробовать отойти от Господа. Выполнить его волю или всё-таки пойти по желанию сердца моего сейчас. И вот оно зло. И вот приходит зло. Он и говорит, просто у этого будут последствия. У ваших неверных решений будут последствия. Ответственность ляжет на вас. То есть зло я вам не даю? Нет. Вы просто сами... Так точно. Бог есть любовь. Там нет никакого зла. Никогда не было и быть не может. Если бы мы следовали его воле. Но человек живет. Но как у нас человек? Бог его накажет. Знаете фразы? Ну, это фраза не Бога. Ну, я про это иду. Он говорит в заповедях, не трогайте, не ешьте, не пребадите, не крадите, возлюбите. Вот это не говорит сразу, что я вас убью. Ни за одной несоблюдением этой заповеди не стоит, я вас убью. Но вкусив от дерева познания добра и слава, он говорит, смертью умрете. Не я вас убью, вы умрете. То есть есть закон притяжения. Вот он просто как закон. Это вот ты хоть как, и спрыгнешь, и снова упадешь. Ты его не можешь не нарушить, потому что он запущен в мироздание. Определенно законы, они огромные. Количество их, мы все их не понимаем. Они запущены Богом, когда Он творил этот мир. И когда мы творим добро, мы не можем попасть в зло. Это исключено. Но мы не можем всегда творить добро, потому что однажды мы уже вкусились от дерева познания добра и зла. И вот это познание добра и зла приходит в нашу жизнь, когда приходят последствия неверно принятого решения моего личного. Но тут надо и понимать, я и виноват. Увидеть, в чем моя вина, и больше этого не делать. Взять опыт, Господи, прости, покаяться. Он говорит, придите ко мне, покайтесь и живите другой, новой жизнью. В сердце очистите, он говорит, очистите сердца двоедушные. То есть мы все время раздвояемся, то налево, то направо. Чуть-чуть Богу, чуть-чуть сатане. И вот мы чуть-чуть духовного, чуть-чуть плотского. Нам вроде это интересно, но и тут не так-то уж плохо. И мы пытаемся совместить, он говорит, а это так не бывает. Вы будете просто попадать сами в свои же расставленные для вас ловушки. Либо от вашего небодрствования, либо от лукавства сатаны. Но и то, и другое я могу разрушить своей любовью, своей милостью, своей благодатью. Через Иисуса Христа, даровав вам спасение. Не только современное, мне кажется, вообще так вот, это мое мнение. Человек, ну, Бога-то ищет, только он вечно чудо хочет увидеть. Ожидание чуда, да. А чудо происходит, в общем-то, практически вот так вот. До каждого мгновения. Чуть-чуть от страны. Оно есть, но просто ты его не видишь. Ты воспринимаешь его как само собой. Ты смотришь не вовнутрь себя, а вовне. И вот ты от этого не видишь этого чуда, грубо говоря. Так точно. Способность быть благодарным, это такое качество, которое становится все более редким. В общем-то, да. Все более редким, к сожалению. Скажите, пожалуйста, вас вверху, могу не спросить, на картине, все-таки классический русский пейзаж. С одной стороны зима, с другой стороны лето. Я как-то сейчас вот по-острому смотрю на картины, и я, ну, чудо. Чудо. Чудо, чудо, чудо. Чудо русский пейзаж. Вы понимаете, вы его написали. Уже более-менее более. Чудо, чудо. Мне хотелось это чудо разместить на вот этой площади. Все то, что наполняет наше сердце, находясь там, оно, мне хотелось, чтобы поместилось вот в этих рамках. Все четыре времени года. Потому что каждый из находящихся рассказывает, какой мороз, как трещат деревья в лютой заморозке, как ровненько поднимается дым из труб, не шелохнется воздух, какой иней стоит на елях, на березах в лесу. Как катаемся зимой с горки, вот это нарисовано. Как рыбу ловим в замерзшем пруду. Приходит весна и нам рассказывают, а у нас весной грачи цветет, вот начинает цвести черемуха. Черемуха, грачи прилетают, сирень цветет, а у нас лето, березовый сок, а у нас грибы, а у нас рыбалка, а у нас осень золотая, а у нас журавли в небе летят, и у нас кувшинки в пруду, и рыбачьим с лодки. Мне это все хотелось поместить. Вот это то, что наполняет наше сердце, когда мы находимся на территории, далекой от нашей Родины. А в Угнистане тоже такие снежные горы, да? Да, там же Гендукуш, величайшая горная система. Это далее уже пойдет. Мы померем Гендукуш. Это тоже близко, вы же в Киргизии выросли. Ой, это мне настолько близко, что мое сердце наполовину заполнено горами. На каждом шагу вспоминаю Иисуса Христа. Где сокровище ваше? Я очень люблю горы. Я родился в горах, и горы, конечно, имеют место в моем сердце. Никуда не денутся. Владимир Иванович, спасибо, что мы говорили об этой картине. И основывались, в общем-то, таких глубоких смыслов с точки зрения Евангелия и послания Христа. И я вам хочу сказать, что подтверждение, что все-таки есть такое мнение. Но, когда говорят о картинах или каких-то вопросах людей, художных, картины не только надо смотреть, их надо стараться понимать и изучать. Аминь. Да, Владимир Иванович, что здесь четыре времени года. Вы меня сейчас просто... Я-то видел лет и зиму, а вы мне еще про четыре времени года рассказали. И действительно, это так. Спасибо вам. Слава Богу. Спасибо, Иван. Продолжение следует...